Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы событий. С вами Марина Матвеевшина. Я и мои коллеги расскажем обо всем самым интересном, что произошло в Самаре на этой неделе. Первый камень заложен. Все документы подписаны. Дело за строителями. В Самаре в районе радиоцентра состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства клинического госпиталя. Это уже третий подобный объект в Приволжском федеральном округе. Открытие нового госпиталя запланировано на первый квартал 2018 года. Подробнее расскажет Павел Баймаков. Акушерское, хирургическое, педиатрическое отделение, отделение ЭКО – это лишь малые части списка услуг, которые планируют оказывать в стенах нового клинического госпиталя. К его строительству приступили в рамках государственно-частного партнерства. Участие частных инвесторов для нас исключительно важно. Мы по ГЧП в стране в тройке – Москва, Питер, Самара, а примерно 75% ГЧП – это медицина. Социальную сферу и такую очень чувствительную сферу, как здоровье человека, как рождаемость, здоровье детей и так далее, вкладывать сюда инвестиции частные. Я считаю, что это очень большим продвижением в целом. В Приволжском федеральном округе это будет уже третий подобный объект. Два предыдущих уже работают в Перми и Уфе. Осмотреть площадку под строительство Самарского клинического госпиталя и заложить первый камень приехал и глава города Олег Фурсов. Планируется, что Самарский клинический госпиталь площадью 15 тысяч квадратных метров будет включать 137 койко-мест. Это позволит принимать до 2000 родов, проводить до 600 циклов ЭКО и принимать около 150 тысяч человек в год. Самое главное, что здесь будут самые лучшие компетенции, самые лучшие технологии, что это большая школа, такой мощный центр компетенции для профессионалов, для врачей, для медицинского персонала, которые, получив здесь навыки, соответственно, могут реализовать в любом медицинском учреждении страны. И вот эти компетенции, они могут потом распространяться в том центре региона. Это тоже крайне важно. И для Самары, и в целом для системы. Строительство современного клинического госпиталя станет серьезным шагом к повышению доступности высокотехнологичных медицинских услуг для жителей Самарской области. Также госпиталь станет клинической базой Самарского государственного медицинского университета и площадкой для освоения новых технологий. Для развития медицины и укрепления здоровья жителей региона и не только. Мы ставим себе амбициозную задачу сделать наш регион центром медицинского туризма не только внутри нашей страны, не только внутри Пелорусского федерального округа, но и привлекать международных пациентов. Я думаю, это будет очень хороший опыт в целом для страны, ну и, конечно, большой полезный наш регион. Открытие нового госпиталя запланировано на 2018 год. В торжественной обстановке сегодня была заложена и капсула с посланием для будущего поколения. Планируется, что вскроют ее ровно через 50 лет в 2066 году. Павел Баймаков, Константин Головин. События. На все 100 и не баллом меньше в Самаре чествуют выпускников, получивших высший балл на едином государственном экзамене. Пока известны итоги по четырем предметам. Русский язык, литература, математика и общество знания. Но количество 100-бальных сертификатов уже приблизилось к общему числу прошлого года. О самых умных выпускниках в нашем следующем сюжете. Секрет успеха на экзамене – выучить все билеты, уверена выпускница Ангелина Корсунцева. Девушка не стала полагаться на судьбу и начала работать задолго до экзаменов. И желанные 100 баллов не заставили себя ждать. К экзаменам я готовилась основательно, начала еще в 10 классе. Я каждый день не пропускала ни дня, чтобы что-то не повторить, чтобы что-то новое не узнать и не прочитать. Вот, помимо этого, в школе у нас была замечательная подготовка. Выпускница Марина Мажарова рассчитывала баллов на 90, но любовь к литературе оказалась взаимной на все 100. Конечно, был праздник, но и не ожидали. Ну, я, конечно, рассчитывала на большие баллы, но не думала, что абсолютно все будет так хорошо. 100 баллов – это все-таки действительно неожиданность для меня и для родителей. Пока известны результаты ЕГЭ только по четырем предметам, но число выпускников, получивших высший результат, почти сравнялось с общим числом стобальников прошлого года – 84 человека, двое из которых получили высший балл по двум предметам. Самарские выпускники уже традиционно демонстрируют высокие результаты по русскому языку – 66 человек. На втором месте литература – 14. Увеличилось количество стобальных результатов по математике. В сегодняшнее время дарит удивительные возможности для всех вас, уважаемых ребят, потому что изменения, которые происходят в городе, происходят в области, они не могут быть незамеченными, конечно же. Посмотрите, у нас создан научно-исследовательский университет, объединенный имени Королева. Он уже в этом году объявил прием, и первые студенты поступят в его стены. У нас начинает строиться Гагарин-центр и много других объектов, и спортивных, и промышленных, в рамках особоэкономической зоны, в рамках индустриального парка, который, конечно, потребует к себе очень инициативных, очень амбициозных людей. Тот путь, который вы выберете сегодня, после стобального результата здесь, в школе, я думаю, что он должен быть обязательно прямым и без всяких препятствий. И мне очень хочется пожелать вам, чтобы вы сделали как можно больше для развития нашего родного города, для того, чтобы в губернии появлялось еще больше всего самого хорошего и того, что нужно сегодня в Самарской области. Среди стобальников претенденты на медали за особые успехи в учении. Всего в этом году 709 кандидатов в медалисты. Почти все они поступают в самарские вузы, и только шестеро планируют учиться в других городах. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. На эту неделю выпала одна из самых печальных дат в истории нашей страны. 22 июня ровно 75 лет назад началась Великая Отечественная война. Во всех городах России, в том числе и в Самаре, в этот день прошла акция «Свеча памяти». Участие в акции принял Олег Зверев. Среди участников акции на Самарской набережной было, пожалуй, больше случайных прохожих, чем организованных групп. Волонтеры, студенты, ветераны воинской службы пришли, чтобы зажечь свечи в память о том, как началась Великая Отечественная война. К ним присоединились и отдыхающие. Голос Левитана объявляет страшное известие. Многие не могут сдержать слез. Вспомнила своего отца, который участвовал на границе с японскими милитаристами и вспомнила его как живого. 22 июня в 4 часа утра началась самая кровопролитная война, которая прошла через каждую семью Советского Союза. А в этом году исполняется 75 лет с того трагического дня. В День памяти и скорби россияне снова надевают георгиевские ленты и зажигают свечи. Особенно это важно для молодых, чтобы память о роковых-сороковых никогда не угасала. Чтобы люди не забывали о начале войны. Не только о том, когда она закончилась, но и начало войны, тоже памятные события. Чтобы мы не забывали то, что наши деды, бабушки воевали. Мы помнили об этом. Если придет какое-то время, вдруг наступит. Чтобы мы тоже могли постоять за себя, за страну, за наших будущих детей. О скорбной дате начала Великой Отечественной войны вспоминают не только в России. Воевали все народы большой страны. Сегодня оказавшиеся по разные стороны государственной границы. И в каждой республике вспоминают погибших воинов. Место проведения торжеств в Самаре выбрано у памятника Соловецким юнгам, которые уже в 14 лет, пройдя обучение на Северных островах, отправились на фронт. Пока мы помним, они живы. И это дань всех в домах, в семьях есть погибших дедов. У меня два деда не вернулись. Так и все в любое. Это в первую очередь мы отдаем дань памяти нашим предкам. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. Сенсационным открытием могут завершиться исследования самарских ученых-краеведов. Они готовы точно указать место, где произошла битва Тамерлана и Тахтамыша. Сражение 14 века долгое время оставалось самым масштабным в истории. По времени и размаху боевых действий его превзошли только битвы времен Второй мировой войны. Когда историки завершат работу, в регионе появится новый и, как надеются исследователи, популярный туристический маршрут. Сергей Кизоркин тоже прошелся по историческим местам. Точного места, где произошла битва узбекского войска Тамерлана с армией Золотой Орды Тахтамыша, никто не знает. Местные краеведы уверены, лагерь татар был в Кошках, лагерь узбеков у деревни Кочкари Красноярского района. Чтобы восстановить полную картину минувшей войны, за дело взялся самарец Александр Назаров. Я себе все время задумывался, почему вообще битва здесь состоялась. На мой взгляд, если говорить кратко, причины две. Личный конфликт Тахтамыша и Тимура. И второе, здесь проходил самый северный караванный путь. Там был другой караванный путь с Тамарканда в сторону современной Астрахани. И второй проходился через современный Иран. И здесь, конечно, был путь более безопасный, потому что там были войны всегда. И безопасность караванных путей – это бизнес. Памятный камень указывает место стоянки Тамерлана у деревни Кочкари. Протяженность границы – 32 километра по рекам Сок, Кундурчан и Рву, который соединил две эти водные артерии, образуя укрепрайон. Впечатляет и масштабное сражение – поле битвы 20 на 40 километров. Аэропорт Курумыч как раз попадает в эпицентр исторических событий. А сейчас это главные воздушные туристические ворота региона. Поэтому краеведы решили построить мемориал Тамерлана Тахтамыша именно в этом месте. Эта битва не только являлась одной из самых крупных на Земле и на нашем континенте точно, по крайней мере, до 1941 года, но и явилась отправной точкой для возрастания могущества российского государства. Тамерлан выставил профессиональное войско. У Тахтамыша большую часть армии составляли ополченцы, поэтому исход сражения был очевиден. Победу одержал Тамерлан. Сегодня краеведы решили ударить автопробегом по местам боевых действий – Курумы, Челховка, Кандебулак. Мы хотим организовать туристический маршрут, посмотреть конкретно какие-то точки, определить направление и создать проект, который, я думаю, мы уже через месяц запустим. Мы планируем отснять документальный фильм, полметражный по этому поводу. Ну и, соответственно, уже в ходе съемок какие-то декорации вот уже потом остаются и используются уже в качестве каких-то туристических объектов. Доказать, что битва Тамерлана и Тахтамыша была не легендой средневековья, а реальным событием, местные краеведы готовы в сотрудничестве с институтами России и Узбекистана. Раскопки предполагаемых артефактов могут начаться в любое время. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Космические каникулы. В Самаре на базе Объединенного университета заработала летняя международная космическая школа. Студенты будут заниматься разработкой наноспутников, необходимых для исследований космоса. С подробностями Андрей Трой. Я б в строители пошел, пусть меня научат. Тем более, что даже наноспутник надо уметь строить и проектировать. Этим и займутся лучшие студенты из России и из-за рубежа в рамках 12-й международной летней космической школы. Год от года она набирает популярность у студентов, которые хотят посвятить себя освоению космического пространства. Заявок было подано намного больше, чем приехало. И, наверное, конкурс составил один к четырем, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день. Наша основная задача, конечно, это рассказать и заявить о своем ВУЗе во всем мире. И чтобы эти студенты приехали в свои ВУЗы и рассказали о Самаре, о Самарском университете. И мы очень надеемся, что из выпускников этой летней школы кто-то потом приедет к нам. Луи Малер – студент из Франции. Говорит, что авиацией и космосом интересовался всю жизнь. В Самаре надеется получить нужные знания для того, чтобы потом применять их на практике. Здесь я буду учить механические, электронические, инженерные, что-то, космические аппараты и наноспутники. За две недели работы школы ребята сначала прослушают курс общих лекций, а потом перейдут к более углубленному изучению специализаций. Их разделят на группы, и каждая будет заниматься практической работой по разработкам электронных систем, систем управления и созданию наноспутника. Все это необходимо для того, чтобы выпускники смогли работать в международном поле. Одна из главных целей школы – это встраивание нашего университета в мировое образовательное пространство. Это очень трудный процесс. И, конечно, вот такая наша попытка, это второй год, мы будем пытаться работать по группам и проектировать, или предварительное проектирование проводить наноспутников, дает нам определенную уверенность, что будет последействие после нашей школы, то есть возникнут совместные международные проекты, которые крайне важны. Вполне возможно, что скоро кто-то из выпускников школы сможет совершить прорыв в космических разработках. Андрей Трой, Артем Сулайманов, События. Роботы среди нас в Самаре проходят международные конференции инфостратегии 2016. На нее собрались технические гении со всей России и стран СНГ. Привезли свои разработки, чтобы поделиться опытом. Одним из популярных мест стал мастер-класс по робототехнике, куда и направилась Мариана Мирная. Учитель со стажем Равиль Сайфулин легко входит в роль пятиклассника. Детали конструктора в его руках быстро превращаются в робота. Остается включить знания по информатике и запрограммировать его на выполнение нужных действий. И пока школьники на каникулах, преподаватель учится, чтобы поделиться опытом с учениками в новом учебном году. И детям полезно это. Потому что вообще-то робототехника – это, как вам сказать, такой предмет, он всеоблемен, он и математику позволит детям больше осваивать, физику, другие технологии тоже самое. Потому что вот технологии, сейчас мы просто собираем. Но через некоторое время мы будем заниматься уже информатикой, программировать, правильно? Вот это детям очень интересно. В Самарской области, благодаря поддержке правительства, робототехника активно развивается. И не сегодня-завтра роботы так плотно войдут в жизнь человека, что посудомоечные и стиральные машины покажутся пережитками прошлого. Проект Р2Д2 способствует тому, чтобы молодые и талантливые разработчики могли творить и воплощать в жизнь смелые идеи. Те, кто у нас занимается в Р2Д2, они все знают от мала до велика, где у тебя дома роботтехника – это стиральная машинка. Те ребята, которые не посвященные, они, конечно, с такой быстротой не отвечают на эти вопросы. Конференции – только малая часть большой работы, которую ведут самарские конструкторы. И им есть чем похвастаться. В скором времени самарские профессионалы в области робототехники отправятся на Всемирную Олимпиаду в Казань. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. Самарская набережная стала доступнее. На Некрасовском спуске открылся пляж для маломобильных граждан. Также он будет удобен и для родителей, которые возят детей в колясках. Репортаж Инессы Панченко. Андрея Федорова Волжскую воду провожают как Гагарина в космос. Только на этот раз впереди нет неизвестности. Все оборудование опробовано и надежно. Температура воды купальщика не остановила. Слишком долго он ждал этого момента. Впечатление и мне очень понравилось. А вода холодная? Не, не очень. Последний раз купался, когда такого пляжа не было. Ну сколько лет прошло? Лет 10 лет. Кресло для купания инвалидов стоит более 200 тысяч рублей. В России такие не производятся. Пока. В администрации города уверены, что наши мастера смогут сделать лучше и дешевле. Для открытия производства нужно не так много средств. Пока же посетители осваивают и импортную модель. Злободневные еще вчера вопросы, как проехать по песку, как зайти в воду, где переодеться и принять душ, для них больше не актуальны. У меня ребенок не хотел выходить совсем. Он говорит, я еще хочу. Очень доступный пляж. И хорошо для таких людей будут приезжать почаще. Пляжей для инвалидов-колясочников в России немного. В администрации города скрупулезно подошли к его благоустройству. Недостаточно построить пандусы, сделать настил. Необходимые оборудованные раздевалки и туалеты, обученные волонтеры, транспорт для доставки на пляж. Оборудование для купания нужно вечером убрать, а утром выставить обратно. Как в любом новом деле, сложно предусмотреть все мелочи. С сегодняшнего дня замечания и пожелания будут вносить в специальную тетрадь. Сейчас июнь кончится, мы подведем первый, сколько человек прошло, да? Кто это были? На колясках, на костылях, на том, на сём. За месяц проведем, какие замечания. И в конце соберем всех общественников, разберем, что мы сделали, как мы сделали. Дальше будем работать. В планах администрации города обеспечить каждого инвалида-колясочника подробной информацией о месте и работе пляжа. В будущем такие зоны откроются и на других спусках. Инесса Панченко, Артём Сулайманов, События. Из Урала в Крым на полных парусах в Самару прибыла экспедиция Русского географического общества. Протяженность водного пути больше трёх тысяч километров. Остановку в Самаре сделали всего на несколько часов. Куда и зачем плывут путешественники, узнала Лариса Шалафаст. В Самару прибыл морячок. Небольшая яхта микрокласса длиной пять с половиной метров отлично подходит для длительного путешествия. В экспедицию под флагом Русского географического общества судно отправилось из Уфы 1 июня. Управляет морячком капитан, в прошлом военный лётчик Константин Костомаров. В Самаре он сделал остановку и побывал в местном отделении Русского географического общества. Одной из главных целей составление маршрутно-путевой карты для последователей, которые захотят либо повторить полный маршрут, либо частично где-то в какой-то степени пройти от Самары до Саратова или от набережных Чернов до Волгограда. От самарских моряков Константин Костомаров получил медаль в честь 300-десятилетия российского флота, а также памятные подарки и пожелания доброго пути. На морячке капитан проплывет по рекам Белая, Кама, Волга, пройдет через 14 шлюзов Волга, Донского канала и Азовское море. Через Керченский пролив выйдет в Черное море. По пути планируют также исследовать экологическую обстановку. Они по ходу проводят экологический мониторинг береговой линии и островных территорий. И может быть в процессе этого мониторинга они выявят особенно ценные участки экосистем и предложат их для дальнейшего перевода их в статус особо охраняемых природных территорий. В пути небольшая яхта пробудет два месяца. Прибыть в Севастополь путешественники планируют в конце июля. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. День кинолога отметили в России на этой неделе. Воспитанию четвероногих охотников, охранников и ищеек специалисты посвящают всю свою жизнь. Острый нюх и быстрые лапы их питомцев помогают на службе и в быту. А тех, кто научился понимать собачий язык и об их мохнатых мастерах на все лапы, репортаж Алины Чемерес. Уши, да, высоко поставлены, хорошие, правильные формы. Спина прямая, живот подобран, грудь доходит до локотков. Годовалая западно-сибирская лайка Ника за внешний вид получает оценку очень хорошо. Для нее это первая выставка. Охотиться пока не умеет, но вскоре научится справляться с любой дичью, говорит хозяин Владимир Кутузов. Лайки собаки универсальные, с ними хоть на кабана, хоть на утку. Главное воспитать ее так, чтобы стала самым верным другом. Общаться больше, узнавать друг друга, ее привычки, она в это время привычки хозяина узнает, больше гулять, больше общаться. На выставке охотничьих собак русские гончие, борзы, лайки, фокстерьеры, дратхары – около десятка пород, всего почти 200 собак. Все чистокровные, сродословные. Здесь оценивают только внешний вид, отбирают лучших для дальнейшего разведения породы. От того, как развита собака, зависят и ее рабочие качества. Ретриверы – любители утиной охоты. Натаскивать на дичь их начинают с пяти месяцев. Охота происходит так. Хозяин подстреливает утку, она куда-нибудь падает, а собака достает ее хоть из болота, хоть из камыша. Собаки очень добрые, а агрессия к человеку считается у них детской породы. У каждой породы свое охотничье назначение. Борзы берут скоростью, легавые – умением быстро обнаружить дичь, русские спаниели – невероятным чутьем и выносливостью. Породе в этом году исполняется 65 лет. Выводилась она специально для русских, сначала советских, потом русских охотников. Была нацелена на то, чтобы можно было содержать ее в малогабаритной квартире. Рабочие качества спаниели сгодились не только в охоте. Эти собаки давно заступили на государственную службу. Крым наш, только ленивый, не пошутил так над девятилетним Крымом, который с легкостью находит взрывчатку и оружие. На его счету ни один служебный подвиг. В поселке Красный Пахаре в малильном доме было обнаружено взрывчатое вещество. То есть собака обнаружила взрывчатое вещество. Вот, это наше последнее раскрытие. Мы были на обыске, он обнаружил, а дальше там уже работали специалисты. Впервые служить России собаки стали в 1906 году. Во время Первой мировой искали мины, выносили с поля боя раненых. Вскоре появились собаки-ищейки и четвероногие охранники режимных объектов. Ротвеллеры, овчарки, лабрадоры в Самарском центре кинологической службы сегодня проживают более сотни собак. Здесь есть животные всех служебных профилей. В возрасте 45 дней за каждым щенком закрепляют инспектора-кинолога, который ухаживает за ним, обучает и дрессирует. Благодаря стараниям Галины Алексашиной, немецкая овчарка Лидинг – один из лучших служебных псов. Недавно победил на соревнованиях по поиску взрывчатки. За здоровьем питомцев здесь пристально следят. Раз в год животные проходят диспансеризацию. Обычно служат собаке до 8-9 лет. Потом их списывают. Как правило, четвероногих пенсионеров к себе забирают кинологи, которые уже жить не могут без мохнатого друга, бок о бок с которым выполнили множество служебных заданий. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Константин Головин. События. По улицам верблюда водили. В Самаре снимается документальный фильм про Александрийский гусарский полк. Больше ста лет назад элита конной гвардии обосновалась в нашем городе и встряхнула его жизнь. Историю 100-летней давности наблюдала Мариана Мирная. Жизнь меняется, когда в город приходят гусары. В 1910 году в Самару был командирован Александрийский гусарский полк, который называли бессмертным. Гусары сводили девушек с ума и позволяли себе хулиганить. Один из таких эпизодов вошел в документальный фильм, который снимают в Самаре. И тут выезжает верблюд, лошадь шарахается в сторону, разбивает витринный магазин оглоблей. Князь Овалов снимает фуражку и просит фотографа его сфотографировать. Он, соответственно, выполняет этот момент. И князь Овалов едет дальше. Инцидент с верблюдом привел к тому, что губернатор Самарской области в начале прошлого века издал указ, согласно которому гусарам запрещалось ездить на верблюдах по городу. Сейчас таких наездников тоже не встретишь, но само появление верблюда на центральной улице вызывает ажиотаж и умиление публики. Джамшот несколько лет проработал артистом цирка. И сегодня у него премьера. Он снялся в документальном фильме. «Тебе понравилось, мой хороший? Понравилось? Понравилось? Мне кажется, что понравилось». Для натуральности сыграть шального гусара попросили человека, которому взобраться на верблюда как минимум не страшно. Артист цирка Владимир Шатиров с двугорбыми созданиями бок о бок работает много лет. Уверен, что они одни из самых умных животных, вот только характер у них довольно сложный. «У него память хорошая, работает он у нас давно. Работу знает хорошо, иногда вредничает, не работает. Заставляем его, чтобы он не вредничал. Ну, Джамшот его зовут. У нас еще есть такой же друг Равшан, тот повреднее у нас. Два брата, акробата». Двухсерийный документальный фильм можно будет увидеть этой осенью. Премьера приурочена к открытию в Самаре музея 5-го Александрийского гусарского полка, которое состоится 12 сентября. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Это были самые интересные новости за неделю. На этом наш выпуск завершен. Ярких вам событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова